О чем говорят Это история, которая у нас случилась, буквально развернулась буквально в 2-3 дня История с назначением нового конкурса на поиск кандидатов на пост главы Сургута Которую внезапно отменил, точнее приостановил суд по иску Евгения Барсова, депутата И как бы все должно было немножко зависнуть на несколько дней И потом в течение буквально одного дня все переигралось стремительно И волшебным образом суд перенесся на 4 дня Заседание Думы города, которое должно было определять, назначать конкурс Перенеслось ровно на столько часов, чтобы успеть, чтобы суд успел пройти И в итоге она вот пройдет, ну мы записываемся тогда, когда она еще только начинается Но она пройдет и конкурс будет назначен То есть это была такая очередная спецоперация, которая развернулась на просторах муниципальной политики в городе Сургут Мне кажется, что этот кейс плохой Потому что когда кто-то слишком, ну я же попытаюсь так сформулировать максимально корректно Когда кто-то грязными ногами топчет по квартире, это плохо То есть можно было как-то так, ну здесь все процессы должны происходить просто немножко в другом качестве Как мне кажется Тебе как кажется, как это вообще выглядело Ну ты так смотришь Организаторы выборов и вообще вот этой избирательной системы Если брать шире участники всего политического процесса Демиурги там в регионе, в стране Они смотрят на подобные ситуации по-другому Они думают, что они, я не знаю, бригада скорой помощи Или спасители Спасители или пожарные Ну почему мира? Им надо срочно попасть, я не знаю, в квартиру И спасать людей, спасать ситуацию И делать всем благо И тут уже не до чистой подошвы на обуви, как ты понимаешь Поэтому это вопрос ракурса Кто на эту ситуацию, с какого ракурса смотрит? Я вот уверяю тебя, что региональные власти не видят в произошедшем и в происходящем какой-то драмы Какого-то плохого процесса, как вот ты говоришь Так что надо это понимать Это ситуация, которую разные участники процесса будут оценивать по-разному Плохо это или хорошо? Ну конечно хорошо, когда До избирательного в данном нашем случае процесса Допускаются все желающие с разных сторон И желающие участвовать в выборах главы города И желающие за этими выборами наблюдать, их контролировать И желающие каким-то образом, я не знаю, экспертным, общественным влиять на ход этих выборов Вот когда все подобные факторы выполняются, условия выполняются То мы получаем в общем-то демократию Как сегодня сказал Барсов у нас в эфире Сиапресс При демократии жить безопасней Мне очень фраза-то понравилась Я не знаю, он сам ее изобрел или где-то вычитал Но фразочка мне очень как бы Меня цепанула Ну и если там Вообще Повспоминать Того же Черчилля То демократия Это худшая Форма Правления, по-моему, организации жизни Но это Лучшее из того, что Цивилизация изобрела Лучшее из того, что есть Вот, и поэтому Поэтому как бы Что мы наблюдаем На самом деле Если чуть-чуть забыть о ситуации с Ургутской То вот все, что происходит с выборами главы нашего города Это модель всего российского устройства на данный момент Да, абсолютно И ничего мы нового здесь не обнаруживаем Ну а как могла бы вести себя там региональная власть Подобная ситуация Ну никак, потому что Она Играет ровно по тем нотам Которые пишутся там в Москве Да, и спускаются на все региональные уровни Других нот просто нету Ну не будет Наталья Комарова Сейчас вот в нынешней политической Российской действительности Восстанавливать прямые выборы Глав муниципалитетов Просто вся парадигма российской власти Построен на том, чтобы сокращать Урезать демократические процедуры И как можно больше процессов брать под свой контроль Вот мы и наблюдаем Исполнительная власть абсолютно контролирует ситуацию Опять-таки Плохо это, хорошо Это вторая вещь Да, но она контролирует ситуацию Захотела Допустила 66 человек Могла бы не допускать Могла бы сделать так, чтобы их на подступах Там к восходу Четыре Да, там я не знаю Отсеивали Отстреливали Сажали в автозаки Я не знаю Сколько способов существует Вот Предотвратить Появление такого большого количества соискателей Захотела бы она переиграть Она бы сделала Барсова Там главой города Сургута Да Вот Вызвали бы его в кабинет В какой-нибудь сказали Опять-таки Как он сегодня сказал в эфире Ну хотя бы объяснили бы Чуть такое Да Вот ему бы что-нибудь объяснили Как надо себя вести на этом посту И работал бы он Я думаю Не хуже Как минимум Там предыдущих Сургутских мэров Вот Захотела исполнительная власть Решение суда получила В нужный час В нужном виде Как бы Да Вот И никаких проблем Теперь к тому Почему действительно Все что мы наблюдаем Это плохо Потому что Вот в этой Всесилии Исполнительной власти Конечно же Ну кроется Серьезная угроза Даже уже не демократии Да А просто правам Правам человека Вот Конкретным Конечным правам человека Тот же Бондаренко Он же правильно говорит Когда Когда он сказал Что Ладно там Выборы Там допустили Не допустили Но конкретно Нарушены Права Гражданина Барсова То есть у нас Любой гражданин Открывает конституцию Да Вот которую мы написали Недавно Читает О можно Идет ножками Там подает документы А Это декларация Конституционная А факт Заключается в том Что Не этот человек И не демократические Институты И не демократический Ход событий Будут Определять Вот имеет он Какие-то права На что-то Или не имеет Вот Если кто-то захочет Этот человек Будет лишен Абсолютно Всех своих прав То же самое Вот я сейчас На минуту Вставлюсь Абсолютно Тот же процесс Мы прямо сейчас Прямо в эти часы Наблюдаем С историей Которая разворачивается Вокруг Иностранного Агента ФБК О том Что людей Просто хватают Людей тащат Людей вылавливают Возле подъездов Увозят В неизвестном направлении К ним не допускают Адвокатов Кого-то выбрасывают За пределы страны Кого-то Арестовывают По каким-то статьям То есть Людей просто Выбросили То есть Государство Выбрало Какой-то пул Персоналей И выбрасывает Его из правового поля Оно как бы Наверное Может себя оправдать Тем что Оно борется Этим с революционерами С агентами запада Со всякими Редисками нехорошими Но Когда ты Как государство Начинаешь Нарушать Чьи-то права Вот именно Таким образом То есть Как бы избирательно Ты уже не можешь Остановиться То есть Это Ты сорвал меня С языка Как бы Да ты меня перейдил Как бы я хотел Вот этот пример Привести Но В том-то и дело Когда я говорю О том что На примере Сургутских выборов Мы Да и не только Сургутские Мы видим Уменьшенную модель Концентрированную Такую модель Всего политического Устройства И всего Нынешнего Политического Процесса Российского Я имею ввиду Ровно то что У нашего государства Остается Не так уж Много Способов Контролировать Ситуацию Ну так Контролировать Ту ситуацию Которую Себе Проектирует Государство Да Вот Поэтому Каждое решение Все более Откровенное Все более Решительное Все более Такое Безапелляционное Ну еще раз Да Там надо Арестовать Арестовываем Надо Завести дело Заводим Вот Здесь уже Никто Не морщится Не фыркать Не одевает Белые перчатки Ну вот Вот это Вот так Вот и происходит Поэтому Еще раз Не надо В Сургуте Искать Какую-то Особенность В Сургуте Происходит Ровно То что Запрограммировано Нынешним Политическим Ходом Вещей В стране Да И к сожалению Большому По-другому Не будет Наверное Должны Произойти Серьезно Какие-то Изменения В Федеральной Повестке Политической Для того Чтобы Были возвращены Прямые выборы Глав Муниципалитетов Да Но сейчас Сейчас пока Борьба За Хоть Какую-то Там Демократичность Вот Все Этой Процедуры Идет на уровне Борьбы Конкретного В общем-то Одного единственного Человека Господина Барсова Ну И партия ЛДПР И кстати Насчет ЛДПР Вот Ну Без Я оставлю За скобками Нашего разговора Мое отношение К партии Да Как таковой К ее вождю И так далее Но Мне Импонирует Именно партийность Этого процесса То есть ЛДПРовцы Не стесняются Везде Высказывать Свою поддержку Своим Кандидатам Они выступают Как мы видим Ну Таким Фронтом Единым Достаточно Немного честно Но тем не менее Это команда Я Не припомню Чтобы Единая Россия Вот так вот Идейно Выступала Какой-то Командой Организационно Починовничать Да Они это Всегда Как бы Делают Они сейчас Антивно К праймерис Готовятся К выборам Там Во все уровни Вот Но Я вижу Определенную Разницу между Единой Россией И ЛДПР И подозреваю Что при смене При определенных Изменениях Да Вот В верхах Высшей Политической Да Вот Системе Страны ЛДПР Достаточно Резво Развернется В сторону Как бы Реальной Борьбы За власть Вот Мне Вот Из сургутской Истории Увиделся Еще И Такой Вывод Ну да Хорошо Я вот Еще бы Дополнил О том Что Буквально Тоже Коротенько О том Что Ты говорил Про Некоторую Черту Которую у нас Приобрело Наше государство Достаточно Давно Но сейчас Она развивается Просто уже В титанических Масштабах Циклопических О том Что Каждый Кто выбирается Тот Скорее Должен быть Либо слаб Либо дискредитирован Либо лишен полномочий Каждый Кто назначается Должен быть Наделен полномочиями Наделен силой Иметь пиаровские ресурсы Иметь вообще Все Абсолютные ресурсы И это Приводит к тому Что То есть У нас В этой В этой среде Лежит как раз То что мы фактически назначаем глав Где-то Фактически назначаем Губернаторов И Как бы И Кстати Как вы можете заметить Да Депутаты Госдумы У нас обычно Выставляются Какими-то странными Клоунами Которые предлагают Всякие глупости Тоже Люди были избраны Нароном Вот смотрите Кого тут Ну потому что Естественно Отбор заменен На Селективный Да И Происходит Генетический сбой Как бы В политических Актерах Вот И они Все Они все Все хуже Хуже И хуже Да И с каждым Новым Политическим Актом Мы наблюдаем Ухудшение Качества Тех или иных Политических Институтов Будь то Муниципалитет Исполнительный Или будь то Какая-то Дума любого уровня Вот Будь то Какое-нибудь Министерство Правительство Администрация Президента То есть Качество Количество Количество Качественного Материала В политике Уменьшается Уменьшается Да И как раз Отсутствие выборов Нормальных Этому Очень-очень Сильно Способствует Ладно Мы закончим Сейчас этот Разговор Перейдем К теме Архитектуры В городе Сургуте И то К чему Ее Привели Подписывайтесь На наш канал Сиапресс На ютубе Читайте Сиапресс На сайте Ставьте лайки И к следующему Видео Там мы будем Говорить еще Про Сургут Продолжение следует